очки мои любимые смотрите вот он купил вот это комас я майсту адам плей 5 короче посмотрите как играет кому-то настоящие смотрите примут вот кому-то а это он играет видите да юстика кому-то настоящие девчонки вообще шок я все-таки как как заметно у него вон там 4 есть дула ты нести трейс но он говорит у меня все были до 5 а носа виду сей 100 2 а он как я бы шестой еще не только вышел вы посмотрите как видно а это она смотри кого-то кого-то настоящий какой какой ужас он ну конечно вот поэтому дети не хотят на улицу выходить хотя мой мой ого-гого уличный мальчик а вот это моя дедоченька вот все время возле тети даже хочешь одевать пижаму ой как она любит пижамки даже мужа я я лапе деду их у 7 лавана 3 раки если он тоже как похоже как на настоящее все мое солнышко привет девочки сейчас я тебе дам дочь люблю вас спроси каких и дела спроси спроси как ваши дела ты уже хорошо говоришь на русском я так скучаю по тебе когда-то школе девочки так скучаю по не представляете школу идет она я уже кучу по чашка чашка я вижу чашка в шоу я бы ее покушала как бы я я кусала а я сейчас я вам это как вы сейчас а моменты конца врача врача 300 и пик короче там какой-то там диски из это какой-то там другой а это вот это который самый лучший короче купил себе 800 евро в девчонки какой кошмар если ему сейчас не сказала вот дай мне 800 евро хочу себе там сережки купить например да хрен был мне дал сейчас давайте проверим а там съет одеву дамы очень 100 евро с паком прорми пинентами дорез сиона их а до гордого молодец но июня смотрите на них смотрите на что они делают смотрите на них вот это она это это подушка весит вот сильнее вот так вот моя семья девчонки вот моя радость вот моя семья вот этим это не кило киеве это грнт киеве сандричи сандричи садо будет а радость madre киеве а лошкинина кей это си леви это си лошадка на меня на и не у а на кокке и асси араз Девочки постоянно спорят. Ваши дети тоже спорят, да? Вот ему сколько лет, да? Вот ему сколько лет. Он все время с ней спорит. А она тоже не уступает. А она тоже спорит, девочки. У меня уже голова болит от них, честное слово. Он сейчас оставил, а пускай играет в свой плей этот. Пойду, выпей кофе, что-нибудь выпиву здесь. Я говорю, он тоже сразу. Ты не уходи, он мне сразу. У меня дела. Пять минут с ней не хочет посидеть. Пять минут. Я говорю, я вот сюда кофе пойду. Выпью, говорю. Расслаблюсь немножко, говорю. Мне же тоже, говорю, иногда хочется. Она ему язык показывает. Он ее ударит. Она начинает плакать. Потом она приходит мне, жалуется. Она хочет играть. Он ей не дает играть. Она начинает плакать. Он говорит, тебе что, два года, что ли? Начинает ее трясти. Начинает... Ой, короче, девчонки, одни споры. Вот, когда они вдвоем, да, вот. Это просто что-то. Дерутся. Девятнадцатилетний мальчик дерется с десятилеткой. Не уступает друг другу. Грам не уступает. Грам не уступает. Она ему прыщ. Он ей лялька. Она ему там урод. Он ей там кривоногая. Короче, вот так, ребята. Она начинает плакать. Тетя, скажи ему. Он мне так сказал. А он тоже говорит. А она мне так... Он тоже ведет себя, как будто ему 10 лет тоже, ребята. Она ведет себя, как двухлетняя. Он ведет себя, как десятилетний. Почистила я ему чуть-чуть лицо. Маску тоже. О, из Тон-де-Сас. Маску я ему тоже сделала. На эту коже, да, вот. У него такая... Он такой толстокожий. Кожа у него такая толстенькая. Еле-еле там у него здесь вот такой... Здесь такой большой прыщ был. Еле убрала его прыщ. Он сейчас джинсы хочет себе купить. Джинсы, говорит, хочу. Там в каком-то магазине. Я говорю, успеешь, говорю, подожди, говорю, да вот 10 минут с ней посидеть не хочет. Какой ужас. Ой, а мы так смотрели за двоюродными братьями, за это. Нас оставляли с детьми. Мы так смотрели. Все, да, вот. Без никаких проблем. Мы их с собой брали и все. Сейчас нет детей, ничего не хотят. Он говорит, ты стукачка. А она начинает плакать, короче, вот так. Одни слезы. Одни слезы, ребят. Это просто ужас. Это просто жесть. О, я говорю, я хочу, говорю, с моим мужем, говорю, побыть, говорю, наедине. Блин, оставьте нас. Пять минут. Пять минут. Он ей говорит, иди с тетей. Она говорит, я не хочу идти с ней. Ваши дети спорят, да, тоже? Вот так. Вот у них такая большая разница. А я вот смотрю в интернетах, да, там, ну, брат, сестра, так хорошо играются. Мои не играются. Мои только дерутся. Может, они дикие, а? Может, они дикие на самом деле? Не знаю. Ой, как хорошо, девчонки. Замин залила. Как хорошо. Ой. Вот у меня у самого здесь вот этот плеч никак не уйдет. Вот он. Я вот так делаю. Мне такое ощущение, что там что-то есть. Наверное, есть. Я его и так давила, и так давила. Он мне тоже. Я тоже толсток уже. Я говорю, вот серьезно говорю, у меня такая кожа упругая и такая плотная, да? И это самое. Вот у меня с Адамом похожа кожа. А каэтаночка на мою сестру похожа кожа. Тоненькая кожа. Моя каэтаночка нежная. Нежная-нежная, но тоже вредная, а? Не уступает. Грамм не уступает. Говорю. Я ему маску сделала, она стоит там, она стоит там, да, не смеется. Он говорит, отойди отсюда. Он такой, молодец насчет таких вещей, девчонки. Вот честное слово. Вот ему скажешь, иди сюда, давай я тебе это сделаю. Он никогда не скажет, это не то, это... Он слушает меня. Я ему говорю, ложись, давай. Освежительную маску, это же на борт хорошо. Я из Тауны тоже делаю. А где от тебя там нету, а и что, махтория, и то, да, и то. Он говорит, да, много раз делает. Просто у него вот эта борода, вот не убирает он ее, когда вот бороды нету. Хотя мне нравится больше с бородой. Моша, мне нравится с бородой, девчонки. Сейчас кофе выпью. Ветерок чуть-чуть, но тепло. Вот такая семейная жизнь. Думала, лечь, отдохну. Лягу, отдохну. Знаете, что мы решили на счет учителя? Решили этому вот, этому мальчику, наверное, будет все-таки. С этим мальчиком, наверное, все-таки оставлю я мою дочку. Потому что это не серьезная девчонка. Что-то они мне... Я ей плачу партикулярно. О, да. О, да. Все ей плачу. Что-то, 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 что-то? Хорошо. Хочу партикулярное. Девчонки, вот сейчас, наверное, вы подумайте, какая я там... Я хочу, чтобы ты с ней была один на один. Понимаете? Один на один. Только для нее. Вот этот час для нее хочу. Она там еще одного ученика берет, там еще одного берет. Короче, мне это не надо. Это не академия. Это не академия. Пока ты ему объяснишь, значит, ты ей не объясняешь. Сегодня по экзамену пятерку пронесла. Даже не шестерку, даже не семерку, а пятерку. Я говорю, почему ты пятерку пронесла по математике? Почему? Не знаю. Я говорю, значит, не знаю, не бывает. Значит, не готовишься. Значит, не это самое. Почему? Адам тоже ее поругал. Если сейчас так. Сейчас на пятом классе. Потому что шестой, седьмой класс еще сложнее же будет. Потом вообще будет сложно. Если она сейчас упустит программу, уже все. Потом она ее не наверстает. Понимаете? Поэтому мне нужен хороший учитель. И, наверное, сколько хочешь есть. Ну, вот видите, вот не знаю именно, вот какого. Вот этого возьму. Он умный. Еще он на английском умный. Он по географии умный. Но с математикой не знаю, как он, что там. Ну, посмотрим, да. Говорят, что он очень хорошо учился в школе. Вот этот мальчик, вот этот мальчик. Он мой. Моя подружка, которая упала, живет ее сын. Вы представляете, девочки? Он взял, поехал в Инглотерру. В Англию поехал. Там устроился нянечкой. Там устроился нянечкой, чтобы английский язык научиться. Пошел в семью. За какие-то копейки работал, чтобы английскому языку... Потому что он и так учился, у него высшее образование по английскому, да. Но он хотел еще лучше знать. И он поехал туда. И он говорит, это не все равно. Ты вот так говоришь на английском языке, говорит, по... То, что, говорит, в теме, говорит, в книгах учат. И просто разговорный, говорит, язык. Это, говорит, не то же самое. А что он хотел разговорный язык тоже. Насколько он умный. Он у родителей деньги не качал, ничего. Он сам заработал. Потом он пошел в гостиницу работать. Он пошел в гостиницу работать. И в гостинице, девчонки. И в гостинице работал тоже. Он, я не знаю, сколько, пару лет там остался. Вот так я приехал. И вот сейчас он ищет работу на постоянную. А у него на постоянной нету. Он там замещает, короче. Но здесь тоже сложно постоянку найти. У него невеста тоже учительница. Тоже по английскому языку. Короче, они головастики. Они головастики. Со мной одна девчонка работала. Со мной одна девчонка работала. Вот ее... Кто он ей там поучался? Подождите, я вам сейчас скажу. Ее отец. Он настолько умный химик. Девочки, он такие бешеные бабки получал. Он всегда такой был безалаберный. Понимаете? Он мог разные носки одеть. Он мог там... Ну, такой неухоженный был. Сам за собой тоже не ухаживал. И такой, а мать, а жена его, а жена его с парикмахерской не выходила. Сила такая ухоженная, такая-сякая. Я на него внимания не обращала. Это мне сама девочка рассказывала. Моя мать, говорит, его, говорит, просто, говорит, даже за человека, говорит, не считала. Моего отца. А там кто-то на работе раз присмотрел, тоже такая же, как и он. Умненький такой. Умная такая. И развелся, девчонки. Живет с этой женщиной сейчас. И очень даже хорошо живет. Он свою дочку не бросил. Он свою дочку этот. И вот вроде бы он химик, да. Вот она тоже, мать тоже там что-то закончила. А дочка, а дочка швейном работала. А дочка грамму учиться не хотела. На ней гены отдохнули. Понимаете? Вот честно, на ней пруда отдохнула просто. Она говорит, я не могла. Мне, говорит, так было сложно, говорит, с уроками. Очень было сложно. А мой отец, говорит, прям, говорит, у нее там отец статьи там по химии. Короче, такой головастик, девочки. Я не знаю, в те времена она мне сказала, по пять, по шесть тысяч евро он получал. Он на каком-то предприятии работал химиком. Не знаю, химик, физик. Вот тоже, не знаю, точно не могу сказать. А мать не работала. Он развелся. Он сказал, ты не беспокойся, я без денег тебя не оставлю. Он ей там, не знаю, тысячу, что ли, дает. Ей. Она говорит, это мало. Он говорит, мало иди на работу тогда. И сейчас он с другой живет. Он говорит, какой я дурак, почему я столько лет терпел. Ради ребенка. Ради ребенка. Вот посмотрите, какие здесь мужчины. Они могут ради ребенка терпеть и все, да. Наши мужики бы не терпели ради ребенка. Я не верю в это. Что есть такие мужчины, что ради ребенка вот семью тянут. Он говорит, какой я дурак, что я вот так. Его дочка замуж выходила. Он свадьбу все оплатил. Жена его тоже работает. Вот сейчас с кем он женился. Жена его тоже работает. С ним вместе. Они вместе работают. Шикарно живут девочкам. Говорят, она сама, говорит, девочка, говорила. Я так, знаете, девчонки, она даже за отца была. Она говорила, я вижу моего отца счастливого. Он довольный, он счастливый. У него жена, говорит, хорошая жена, говорит, она его любит. Она прямо, говорит, с ним, говорит, мой отец так поменялся. Так удивительно, правда? Значит, любит своего отца. На самом деле, когда ты отца своего любишь, наверное, радуешься за него, нет? Вот так, девчонки. Девочки, вот настолько мы привыкли, да? Что, ну вот, вместе всегда с Кайтаночкой и все. Вот сейчас к учительнице привели. Вот сейчас сидим, ждем ее, да? Ну вот, как будто, не знаю, я уже без них не могу. Я уже настолько привыкла, что вот, когда ее нету, вот как будто, не знаю, вот сейчас она ушла, мы там часик дома с мужем одни были, и мы на друг друга смотрели. Я говорю, так странно даже, что ее нету. Он так возле меня лег, ну, из того, на диване там, возле меня лег там, это самое, была бы Кайтана, прибежала бы, между нами села бы, сказала бы, ты что так рядом? Она такая, знаете, вот без нее как-то вот, я же говорю, я как без рук, я уже без нее не могу. И без Адама, знаете, вот когда с Адамом все. Сейчас мы вот, вот это, ждем, вот здесь она, в этом, ну, учительница своей. Сейчас она спустится. А путь то, а я к этому собаку. Мы сообщили, написали, что мы здесь, а внизу. Вот так, ребята. Я выходной. Последняя неделя. Понедельник у нас выходной. для детей каникул. Целую неделю. Ой, целую неделю будет. Может, куда-нибудь съездим. В Толиду. Где-нибудь рядом. Может, в Мадрид поедем. Не знаю, посмотрим. Как раз у меня там одна семья есть в Мадриде. Ну, тоже, знаете, работает как собака эта женщина тоже. Трое детей. И немножко там ей тяжеловато. Я вот ей чуть-чуть там помогаю. Ну, чем могу, да? Вот, нет-нет, езжу. Может быть, там накуплю ей сладости там детям, да? Посмотрим, подарочки какие-нибудь сделать. Может, в Мадрид поеду. Не знаю, точно не знаю. Заранее говорить не буду на всякий случай. И сестру, наверное, пойду увидеть. Очень хочу. Так что, вот так. А знаете, сейчас какие сейчас что хочу сделать? Сейчас хочу в один магазин у детей есть китайский, да? Крышку посмотреть на мою сковородку. И там у одной девчонки я в кафешке кофе пила. И мне так ее стаканы понравились. И говорю, ну, что там? Где купила такие стаканы? Лампортные. Она говорит, вот в этом китайском магазине. Моя красавица вышла. Моя красавица. Даже моя красавица. Моя красавица. Моя красавица. Мне не хотели говорить, что занятия нет. Отпуск, да? Каникулы. Мы ей не хотели говорить. Она такая счастливая. Девочки, как она учиться любит? Не могу успокоить ребенка. Не знаю, что мне делать. Прям тянется в школу. Я тоже знала. Ты же любишь школу? Нет, видите, да? А то не врет, правду говорит. Ягодь честная. Ягодь честная. Несчастье, а? Полные штаны. Что мне делать с этим ребенком, девочки? Не могу ее остановить. Умирает, хочет в школу идти, плачет, умоляет. Что мне девочки с ней делать? Скажите мне, пожалуйста. Как мне успокоить ребенка? Как мне ему сказать, что каникулы... И в каникулы хочет пойти в школу. Как вы посмотрите на нее? Тебе не стыдно, да, Каитана, честно? Нет, мне не стыдно. Вот квартира моей свекровь. Вот здесь, видите, на последнем этаже. Меня кто-то спрашивал. Девчонки, ну я там в комментариях отвечала. Это правда, говорит, что у вас, говорит, последний этаж считается, говорит, самой престижным, да, этажом? Это, наверное, на этих, которые, не знаю, ну, у которых пейзаж хороший там, вот, высокие дома. Девочки, если у тебя пятиэтажная квартира или семиэтажная, восьмиэтажная, второй этаж всегда дороже стоит, первый этаж всегда дороже стоит. Но если ты со вторых рук покупаешь, да, если ты там новую квартиру покупаешь, мне кажется, что они практически одинаковые стоят. Ну, с лифтом и со всеми делами, конечно, смотря какой лифт там, да, и все, да. Это неправда, ребята, неправда. Конечно, есть Атику называется. Атику это, когда у тебя вот крыша, и сверху крыша у тебя квартира, еще у тебя дополнительное, дополнительное твое. Вот это Атику, да, дороже стоит. Вот у моей заловки, самой старшей, у нее Атику, у нее Атику, да, вот, называется Атику. Вот этот район называется Тресуливес, это три оливки. Это самая, моя дочка мороженая хоть, сейчас купим, а вон, видите, вот сейчас я вам покажу. Вот это называется Атику, вот, смотрите, вот у них, ну, это тоже так, девочки, но у них квартиры меньше, понимаете, у них вот то, что вот в квартире есть, вот этот дом, видите, сейчас я вам покажу, вот, видите, вот этот дом, вот эти балконы, видите, вот они чуть-чуть дороже стоят. Оф, извиняюсь, обратно, поверьте. Сейчас надо сделать обратно вот так, вот так. Вот он дороже стоит, потому что это Атику называется. Ну, это все, бай, это все, никто тебе, никто тебе просто так ничего не делает. Если бы, ладно, если бы квартира была бы, например, восьмой этаж, девять этажей, я вам объясняю, девятиэтажный дом, да, последний этаж это Атику. Если на восьмом этаже, вот, на девятом этаже Атику, если на восьмом этаже у них квартира, я вам про визителю говорю, сто метров, значит, на девятом этаже будет 70, а остальное вот это все будет балкон, большой балкон, понятно, да, и вот этот балкон, это называется Атику, и вот он чуть-чуть дороже стоит, потому что у тебя, мол, есть, как будто свое отдельно этот, но это все ерунда. Например, у моей заловки старшая, да, у них квартира хорошая, такая уютная, да, не очень она большая, но там такой Атику, там такой балкон, там просто даже развернулся места нету, да. Ну, если на восьмом этаже он стоил, я вам просто говорю, например, 10 рублей, вот у них стоил 12 рублей. Ну, конечно, понятно, пока. Там, ну, не знаю, там, может быть, на 10 тысяч, на 10 тысяч, может быть, дороже стоит квартира эта. Ну, потому что это Атику, но так же ты ее и продаешь, как Атику, чуть-чуть дороже. Вот так. Это смотрят тоже, конечно, куда он смотрит, в каком районе находится. Вот так. У моего одного знакомого, у моего мужа знакомого, ну, потом он стал и моим знакомым, конечно. Вот у них на втором этаже была квартира, на втором или на третьем, а вот, а внизу у них был магазин, не их магазин, а вообще магазин. И вот этот магазин, как раз у них вот так получалось, что вот снизу далось, о, сейчас вот через мою работу проходим, проезжаем. И вот этот весь магазин, крыша этого всего магазина выходил под ихними окнами. Они там открыли, короче, и вон там они там беседку поставили, ну, конечно, было пространство большое, но это не их, не. Там соседи от того, что вот завидовали, да, что вот они могут выходить, а другие не могут. Они там заявления писали, все, короче, вот насчет этой, да, темы, да, что мог. Вот почему они там, они потом там бумаги бросали, все бросали, да, вот это, они постоянно подметали, убирали, они даже там поставили этот, кафлем сделали, все, ну, очень, очень. Где ты? Мы все ждем. Это что, надо спать. Он хочет паркать. Он не имеет никакого, как бы, Наталья. Он не имеет никакого, как бы, чтобы сделать это. Ну, вот сейчас через мои подъезды проезжаем. Каждый день я здесь, кроме суббота и воскресенья. Завтра последний день работаю. Как хорошо. Вот мои подъезды, девчонки. Вот моя работа, вот мои подъезды, все вот эти подъезды мои. Какая моя работа, вот, до десятого. Как bonito. Я говорю, моя работа. Она говорит, да. Все час-деменус, бенте маньяна, коммиго, отрабатывать. Он говорит, я скучаю. Я говорю, ты скучай, проходи завтра со мной работать. Посмотрите, как тепло. Дети уже без маек ходят, видите. Хочу краску купить. Мой белый велосипед покрасить. Спрайт есть такой специальный. Хороший спрайт. Сейчас я ставлю купить. Ой, девочки, эти китайцы нас съедят. У них все, что хочешь есть. И все, конечно, с их ценами не сравнишься. Да, конечно, у них продукция, сами понимаете, не очень хорошая. Но люди куда идут? Люди идут, где дешевле. Не люблю я у них ничего покупать. Очень стараюсь. Очень стараюсь не покупать вообще здесь ничего. Но иногда бывает, что безвыходное положение, что-то нужно. Вот, беру. Девочки, я купила. Вот то, что я говорю. Разве с ними сравнишься? За 8 евро я купила вот эту штучку. Да, вот этот. Надо пристегнуться, блин. Сейчас. Куда-то, куда-то я не кучу. А, ну, это аппарк. За 8 евро я купила этот, на который цветы. Как я хотела цветы эти посадить. Вот сколько я их искала. Лерой Мерлин я ходила. Там от 20 с чем-то евро стоило. 8 евро. 7,49. Какой купил? 7,29. 7,29 девочки. И стаканы, девочки. И стаканы, девчонки. 4.30. 4.30. 4.30. 5 евро. Я купила одни большие стаканы, чуть-чуть для воды. И другие поменьше стаканчики. Ну, для Кайтана, чтобы ей удобно было. Большие стаканы ей тяжело. Так что вот так. Ну, а теперь еду домой. Недовольная я купила две пары стаканов. И эта, земля там есть. Только один был, девчонки, белые. Потому что я хотела два. Два белых, да? Очень хотела, девчонки. Ну, значит, не суждено. Потому что один серый был, а один белый был. Он говорит, что привезут еще. Буду заходить. Потому что я не захожу такими. Вот, девчонки, вот, честное слово. Не потому что у меня там деньги лишние или еще что-то. Ни у кого нет лишних денег, девочки. Просто раз живу в Испании, хочу испанское производство. Понимаете? Ладно, немецкое производство. Любое, чехословацкое, любое. Но не китайское. Понимаете? Раз я здесь живу, хочу свою страну наверх поднимать. Потому что я обязательно на тикет смотрю, откуда его производство. Понимаете? Если я вижу, что Китай, если я вижу Китай, я стараюсь не покупать. Этот вибрадор Китай, мы уже взяли в этот, на прокат, ну, который в цемент засовывает, надо вернуть. Это вибрадор 29 евро 24 часа, ну, на прокат. Этот мы взяли, потому что без него же не можешь. Он обязательно должен быть. Вот так. Ну, вот так, ребята, все. Девчонки, все. На этом я закруглюсь, наверное. Ну, вот я вам весь день мы свою показала почти. Ну, не весь день, конечно, но показала. Короче, то, что есть, да? Обычная семейка, ребята. Так же и плачу, так же и кричу, так же и смеюсь, так же, как и вы. Жизнь такая, какая она есть. Вот такая. Без никаких красок, да? Вот. Показываю на самом деле то, что есть. Вот моя красавица. Красавица, что хочешь сказать? Что хочешь сказать? Скажи что-нибудь. Она потом говорит. Ты меня не спросила, я тоже хотела сказать. Скажи, доча. Что? Что-нибудь скажи. Что-нибудь приятное скажи. Что делаешь? Мороженое кушаешь? Да. Да? Ой. С тебя слова не утащишь. Этот мужчина, этот мужчина говорит, какой у тебя племянник серьезный. Такой он серьезный. Я говорю, конечно. Он мужчина. Серьезно? У него лишних слов нет. Он не мужчина. Почему не мужчина? Зачем такое сказала? Он мой брат. А, он твой брат. Скажи, он мой брат. Скажи, брат. Он мой брат. Молодец. Он не мужчина, он мой брат. Знаешь, что такое, что значит мужчина, Кайтана? Это муж. он мальчик он не мужчина он мальчик еще как мужчина сегодня девчонки сегодня старался убирался туры бежал туда и сюда за своей квартире видать хочет кого-то привезти куча марию я саиду в тропе вот так ладно целую девочки люблю вас не делает вот так кого-то наверно приведет старается ладно девчонки я с вами я вас целую будьте счастливы пока гайдаевая улица пока пока мои любимые